Друзья, всем привет! Сегодня я представляю вам такой автомобиль, как Lexus UX200 2019 года выпуска. Выражаю благодарность автослону Lexus Набережные Челны за предоставление данного автомобиля на съемку. В этом обзоре мы детально рассмотрим экстерьер и интерьер данного автомобиля. Стоимость начинается с отметки 2 миллиона 316 тысяч рублей. На данный момент представлены 4 комплектации Life 2 миллиона 316 тысяч рублей, комплектация Enjoy 2 миллиона 422 тысяч рублей, комплектация F-Sport 2 миллиона 669 тысяч рублей и комплектация Discover 2 миллиона 849 тысяч рублей. В конце марта 2018 года на Женевском автосалоне Lexus представил свой самый маленький кроссовер, получивший обозначение UX. Название образовано от словосочетания Urban Explorer от английского городской исследователь. Это действительно первый автомобиль Lexus, разработанный на новой архитектуре ГАСИ. Lexus обещает отличную управляемость благодаря низкому центру тяжести и широкому применению облегченных материалов. Живой автомобиль выглядит очень эффектно. У меня даже порой создавалось ощущение, что концепт кар прям с мотор-шоу сошел в этот автосалон. Концептуальный вариант Lexus UX, презентованный европейским дизайн-центром Toyota на парижском автосалоне в 2016 году, был представлен в беззиркальном варианте. Со специальными камерами в тонких аэродинамических плоскостях. Конечно же, в серийной модели от этого радикального решения отказались, но сохранили уникальные задние фонари с аэродинамическими стабилизирующими плоскостями. Так называемые ASBL – Aero Stabilizing Blade Lights. Да-да, вот такое сложное название, но они помогают предотвратить завихрение воздушного потока, внося существенный вклад в обеспечение стабильности задней части кроссовера. В поворотах и при движении, при очень сильном боковом ветре. Аэродинамическая часть есть и у колесных дисков. Специальный рисунок обеспечивает одновременно и улучшение охлаждения тормозов и снижение аэродинамического сопротивления. На самом деле, конкурентов у этого автомобиля на рынке предостаточно. Это и Volvo XC40, и Range Rover Evoque, и BMW X2. У штатных сидений UX и профиль неплох, и диапазон регулировок большой. Но лично для меня подушка коротковата. Задний ряд сидений явно не семейный, место немного даже для людей среднего роста. Как для ног, так и по высоте. По моему мнению, самое слабое место в этом автомобиле – это багажник, он очень маленький. Силовые агрегаты, которые доступны 2 литра 150 лошадиных сил, 2 литра 171 лошадиная сила и гибридное исполнение 2 литра плюс электромотор 178 лошадиных сил. Трансмиссия без альтернативных вариаторов. Полноприводная версия UX только гибридная. Полный привод E4 – это встроенный в задний дифференциал электромотор. Никель – металлогидридная батарея, расположена перед задней осью. Отдача электромоторов 35 лошадиных сил. От розетки UX не заряжается, только на ходу. О да, никаких муфт и карданов, на задней оси висит свой электромотор. Из настоящего железа только дифференциал и полуоси. Как только момента на передних колесах оказывается недостаточно, или они начинают проскальзывать, подключается задняя электротяга. Рядные четырехцилиндровые двигатели в значении M20A FKS ставят на UX200 и на UX250H. Мощность двухлитрового атмосферника – 170 сл. в России – 150. Из интересных особенностей – довольно высокая степень сжатия – 13, а также лазерное напыление на седлых впускных клапанов. Работающий в паре с мотором вариатор Direct Shift CVT интересен тем, что у него есть так называемая пусковая передача. Для начала движения используется классическая зубчатая передача, а потом при наборе скорости вступает в работу конуса с ремнем. В гибридной версии двигатель объединен с двумя электрическими моторогенераторами, установленными параллельно. Общая отдача силовой установки – 178 лошадиных сил. Но принудительно ехать на одной электротяге, как у плагин гибридов, нельзя. В свою очередь электроника сама решает, когда использовать батарею, и делают это кратковременно и только до 115 км в час. Силовая структура кузова выполнена из высокопрочной стали. Двери, передние крылья и капот алюминиевые, а крышка багажника и вовсе представляет собой комбинацию композитов и алюминия. В оформлении салона Lexus UX применены традиционные японские мотивы. Обивка из мягкой кожи имеет прострочку в стиле Сашика. Это техника японской вышивки, которая используется при изготовлении экипировки для боевых искусств дзюдо и кандо. В других элементах салона возможно использование новой текстуры отделки, восходящей к волокнистой структуре японской бумаги ВАСИ, которая, в свою очередь, напоминает оформление традиционных японских домов. В щедрое стандартное оснащение всех версий Lexus UX входят светодиодные фары, диски из легкого сплава, двухзонный автоматический климат-контроль с фильтром салона. В топовом варианте предлагается оснащать автомобиль адаптивными фарами, электроприводом для регулировок передних сидений, люком в крыше, навигационной системой и другими опциями. Передняя подвеска данного автомобиля выполнена по схеме McPherson, а сзади конструкция с двойными поперечными рычагами. Электрический усилитель руля Lexus UX имеет новый компактный и конструктивно жесткий рабочий механизм на рулевой колонке. В базовое оснащение начальной комплектации входят 8 подушек безопасности системы ABS и VSC, автоматический стояночный тормоз и помощник при старте на подъеме, датчик давления в шинах, задние датчики парковки. В списке оснащения кроссовера есть система Lexus Quad Drive, оповещение о смене полосы движения и адаптивный круиз-контроль, система автоматического приключения дальнего света на ближний и функция довольно полезная – распознавание дорожных знаков. У этого автомобиля действительно очень стильный экстерьер и интерьер, и также богатое оснащение. Но, как по мне, за яркой оберткой скрывается довольно заурядный автомобиль. Ведь по факту японцы ничего нового не преподносят. На этом обзор завершен. Всем удачи, берегите себя, подписывайтесь на канал. Пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА